Решив отреагировать на высказывания писателя Игоря Шнуренко, я подумал, стоит ли так жестко уж критиковать человека, который мне лично не знаком и личностные особенности которого мне не известны. И все же я решил назвать эту передачу «Грязный мозг» Игоря Шнуренко, потому что сказанные им гадости не могут быть оставлены без последствий. Эти последствия должны быть, по крайней мере, для меня и для тех, кто синхронно со мной думает, однозначны. Человек является моим сверстником, то есть уже как меня нельзя исправить, так нельзя исправить и его. И для меня подобного рода личности, и конкретно эта личность, является однозначным врагом, вне зависимости от того, знаком я с ним когда-либо был, встречался ли, здоровался ли за руку, известны ли мне какие-то подробности, ну, скажем, читал ли я его книги. Нет, не читал и читать не собираюсь. Главным объектом клеветы со стороны этого якобы писателя является Иван Ильин. Но мне понятно, почему я об этом подробно скажу, и цитаты из выступления Шнуренко я продемонстрирую. Пока скажу, что я поинтересовался, что за биография. Ну, биография, скажем так, несчастного человека, который закончил институт в Санкт-Петербурге. По какой профессии неизвестно, какие-то технические у него там были знания, навыки, о которых ничего не известно. По профессии он никогда не работал. Зато каким-то образом он смог переехать в США, поучиться там, постажироваться там. В одном месте написано, что в институте Дюка или в университете Дюка, а в другом месте написано, что, ну, так странно написано, в неких помещениях, принадлежащих ООН. Странные формулировки, вот люди пишут, и невозможно понять. Если про институт, университет Дюка, то это такое вполне сектантское заведение. Знаете, так вот по фильмам про Гарри Поттера, Хогвартс, вот примерно что-то в таком духе. Такое весьма закрытое заведение, созданное протестантскими сектантами в свое время, а сейчас получающее какое-то невероятное финансирование. Ну, представьте себе какой-то университет, где исследовательские программы получают спонсирование в миллиард долларов. Вот в таком заведении, может быть, учился, а может быть, так пишут какую-то чепуху, наш герой. В дальнейшем он переехал в Лондон, и в Лондоне он был продюсером русской службы BBC. И вот он приезжает потом в Россию, в одном, в другом месте работает, наконец приземляется у Проханова, издательства День ТВ. И вот там этот писатель оседает и теперь пытается стать властителем Дум, рассказывая про искусственный интеллект. И пугая всех последствиями той трансформации, которая происходит, о чем мы тоже прекрасно знаем, повторяя все то, что говорят и другие, с таким наболтанным, я бы сказал, языком, все вроде бы понятно. Но при этом лезет в те сферы, которые ему совершенно неизвестны, абсолютно неизвестны. Вроде бы интеллектуально развитый человек должен понимать, что то, что его не касается, в чем он не разбирается, о том он и не должен говорить. Или должен говорить, я тут не совсем все знаю, понимаю, но примерно вот так. И тогда излагать свою точку зрения достаточно мягко и аккуратно, чтобы не вляпаться в историю. Вот, представляя свою некую новую книгу читателям, Игорь Шнуренко вляпался, можно сказать. Вляпался по самые уши тем, что распространил клеветническую информацию об Иване Ильине, не просто клеветническую, а оскорбительную и подлую. С чего, собственно, начинается его критика. Якобы Иван Ильин является таким придворным философом, который давным-давно уже умер, но его теперь таковым объявили, и вот уже, смотрите, что. То есть, когда наши лидеры государства уже давным-давно, много лет цитируют Ивана Ильина, ну, ты просто, как бы, я так, мне даже подарили как-то этого Ильина, там, какое-то время назад. Я открыл эту книгу, смотрю какие-то банальности, там он что-то пишет. Ну, этот человек явно не осведомлен о том, что те, кто цитирует Ивана Ильина, его никогда не читал. Дважды или трижды Путин цитировал Ивана Ильина. То, что Шнуренко не читал Ивана Ильина, это очевидно, ему подарили, он что-то там пролистал, ему показалось все банальным, он книжку закрыл, и он никогда не знакомился с философией Ивана Ильина. Но, тем не менее, то, что в кремлевских речах есть цитаты из Ивана Ильина, совершенно не сообразующиеся, не соотносящиеся с его мировоззрением, это он знает. Что это были за цитаты, он, конечно, никогда не разбирал, ему достаточно факта, что оттуда кто-то там сказал, Путин сказал что-то про Ивана Ильина, значит, и дальше пошло-поехало. Ну, это круто, назвать напыщенной Билибердой то, чего ты не читал, то есть прочел, наверное, одну статью или 20 строк, вот все, что он сделал. А дальше ему еще подсунули там письма Ивана Ильина, из которых он сделал такие глобальные выводы, совершенно клеветнические. Значит, как он велик, как он любит Россию, я люблю Россию, там, я, вот, моя жизнь, я для того, как бы, и живу, чтобы искупить вот эти грехи, которые Россия, как бы, совершила, и вот я уйду, как бы, уже с осознанием, ну, то есть такая напыщенная Билиберда, на самом деле, вот, но, и ты серьезно к этому не относишься. Ну, вот этот безграмотный пересказ абсолютно невежественного человека, который ничего не понимает, ничего не знает, он прочел несколько строчек из Ивана Ильина, вот, ему подсунули именно то, на чем он должен сделать себе имя. То есть, если ты кидаешься экскрементами великого человека, то, может быть, ты еще более велик, чем он. Он что, действительно более велик, чем, ну, один из самых выдающихся мыслителей 20 века? Нет, ну, посмотрите на это существо, посмотрите на его биографию. Если кому-то интересно, я думаю, что стоит и его книжки почитать, и там заметить у него самого манию величия. И дальше по тексту вы услышите, что там мания вполне отчетливо прослеживается. И когда я там, да, это где-то так читал краем уха, что там, да, вроде бы он там что-то фашизм поддерживал, но не придавал этого значения. А вот когда вот последние, так сказать, речи наших руководителей, когда там просто обильно сыпались эти цитаты из Ильина, я прямо вот, ну, просто действительно взял там, посмотрел, почитал эти письма о фашизме, которые он написал в 1925-1926 годах. Ну, исходная позиция, мы видим, что человек не читал Ивана Ильина, но где-то слышал, что Ильин поддерживал фашизм. Конечно, Ильин никакой фашизм нигде и никогда не поддерживал. Это бред сивой кобылы, известной работой статья Ивана Ильина, как относиться к фашизму, к нацизму и так далее. Те, кто действительно знакомился хотя бы поверхностно с философией Ивана Ильина, прекрасно знают, что это за человек, и что к фашизму или нацизму, естественно, никакого отношения он не имел. И если у него и были какие-то там иллюзии, то они были общеевропейские. Он жил в изгнании, в эмиграции в Европе, и определенные иллюзии питали абсолютно все. То есть не было таких действительно значимых философов консервативного толка, которые бы не испытывали иллюзии по поводу гитлеровского режима. И вся Европа, по сути дела, была сторонником этого режима, и не случайно этот режим захватил, можно сказать, всю европейскую территорию. И когда это существо с грязными мозгами кидается экскрементами в Ивана Ильина, то вполне понятно, что его представление об истории носит весьма превратный характер, и он, видимо, считает, что постфактум можно быть мудрее кого угодно. Любого мыслителя прошлого можно взять и уличить его в том, что он в чем-то был неправ. Ну, вот этим человеком явно руководят, ему специально подложили определенные тексты, чтобы он вышел и наговорил этих гадостей, которые не имеют отношения к той книжке, которую он представляет, но он хочет представить, что весь негатив, который мы видим вокруг себя, это и есть фашизм. В речи обличителей современного, там, россиянского или каких-то других европейских режимов слово фашизм – это просто ругательство. В нем нет никакого содержания. Это просто ругательство. Что такое фашизм? Ну, можно взять определение из советского учебника, бред сивой кобылы, и этот бред рассказывать окружающим людям. Вот чем занимается писатель Шнуренко. Я увидел, что это фашист, абсолютно неприкрытый, причем такой протофашист. То есть, он еще был фашистом до всякого, так сказать, Муссолини. Представьте себе этот бред. Еще не было даже слова такого фашизма, а Иван Ильин, оказывается, уже был фашистом. Вот некие письма о фашизме. Ни в одном сборнике, там, статей или в книгах, ну, нет ничего этого. Какие письма о фашизме? То есть, это явно подобранный материал для того, чтобы у человека, у которого мозг подготовлен русофобский, усилить его в этом русофобском выборе. Он именно этим и занимается, распространяя клевету про Ивана Ильина. Это существо и занимается не просто клеветой на великого русского философа, а клеветой на Россию, клеветой на русское мировоззрение. Это стопроцентный русофоб, который несколько умнее других, кто просто поносит русский народ, Россию, исторические традиции. Этот пойдет на это, но несколько позже. Вот сейчас его раскрутка происходит, как раскручивался там Делягин, или раскручивался там Максим Шевченко, или Максим Калашников. Вот они раскручиваются, и их русофобия выпирает, ну, не сразу, а потом только, как говорится, реализуется сценарий, и это существо, свой сценарий затевает вот таким образом. То есть представляет книжку там об искусственном интеллекте, а говорит целый поток мерзостей о русском национальном мировоззрении. То есть это стопроцентная русофобия. Стопроцентная. От кого бы не исходила вот такого рода клевета, невозможно по-другому оценить. Это русофобия. Вот, но я так почитал биографию его на сайте «Русская идея», которую написал монархист Константин Крылов, который боготворит, то есть он на самом деле ставит Ильина в пример, и то есть подобострастная такая биография. Вот еще одно свидетельство о том, что этот писатель ничего не знает и ничего не понимает также и в окружающей действительности. Какой Константин Крылов монархист? Ну, об умерших говорят нельзя что-то плохое высказывать, но я Константина Крылова знаю достаточно для того, чтобы и посмертно о нем не говорить хорошо. И уж точно я могу сказать, что ничего монархического в этом человеке не было. И уж читать биографию Ильина, которая вышла из-под пера Константина Крылова, ну это верх глупости. Верх глупости. Константин Крылов даже и не консерватор, он нацдем, то есть либераст, слегка прикрытый националистическими лозунгами. Слегка лишь прикрытый, который извращает национальное мировоззрение так, чтобы оно стало либералистическим. И, собственно, это союзник либерастов, это порнограф. Ну, что еще нужно для того, чтобы не читать эту дребедень? Нет, именно на этом, на этой дребеденье Шнуренко строит свое представление о том, кто такой Иван Ильин, выковыривая, как, знаете, дети изюм из булочек, некую гадость, вот интерпретируя то, что Иван Ильин не пошел на фронт Первой мировой войны, потому что он якобы трус. Да ты сам трус, ты сам на каких войнах воевал? Можно такую же претензию предъявить любому. Почему ты не воевал в Чеченской войне? Почему ты не был в Афганистане? Почему ты там, там, там не был? Почему подлый мозг вырабатывает вот такого рода клеветнические заявления? Например, там такой факт, вот при всех своих словах напыщенных о любви к России, там, обо всем этом, он откосил от армии в Первую мировую войну, причем воспользовался там, да, как это, доцентской своей званием, и явно это нужно было приложить усилия, то есть это не автоматически делалось. А вот спрошу, поскольку Шнуренко мой ровесник, я прекрасно знаю ситуацию, в которой я жил, в которой он жил, а ты не откосил от армии, когда ты пошел учиться в то время, как началась война в Афганистане? Ты не откосил? А в Чернобыльской аварии ты принимал участие в ее ликвидации? Нет, не принимал. В Чеченскую войну ты не пошел? Нет, ты учился в университете Дюка, ты болтался в Лондоне, ты ездил по Европам, потом приперся сюда, и здесь начал навязывать нам свое гнилое мировоззрение. И клеветать на одного из выдающихся русских мыслителей, это клевета не только на мыслителя конкретного мыслителя, это клевета на Россию и русских. Кстати, Ильин это, ну, фактически тоже немец, он для него немецкий язык был родной практически по матери. Ну, если Ильин немец, то Шнуренко американец или англичанин, или американский еврей, вот это ближе, ближе к мировоззрению, да, вот его мировоззрение туда отправляется. То, что Иван Ильин русский, в этом нет никаких сомнений, да, у него, конечно, немецкие корни, в этом никаких сомнений нет, но то, что он жил душой в России всегда, даже и в тот период, когда жил в изгнании, в этом нет ни малейших сомнений, в отличие от господина Шнуренко, которому, конечно, Россия не родина. Он сам-то не жертвовал никогда ничем, то есть он очень хорошо всегда устраивался, он на хлебных всегда был в должностях, вот, он замечательно раскручивал там того же Рахманинова, чтобы тот его содержал в Швейцарии, там, да. Про хлебные должности я бы сказал, что вот Шнуренко всегда на хлебных должностях, всегда там, где есть прикорм. Вот, а Иван Алиин всегда жил крайне скромно, крайне скромно, и никаких богатств никогда не имел, никакой славы не имел до тех пор, пока его работы не были изданы в России в начале 90-х годов. Мы, можно сказать, открыли для себя этого философа, а теперь вот открываем негодяев, которые публикуют клевету на него, к сожалению, это не только вот это вот либералистическое с красно-бурым оттенком существо, но и в среде русских консерваторов, якобы консерваторов, тоже такое вот, такое левацкое извращение возникает и начинают подлости писать об Иване Ильине. Более того, он раскрутил Гитлера, чтобы тот его назначил там, да, директором русского института, вместо еврея Франка, который, значит, был до него, да, пожалуйста, причем это типичная интрига для начала правления Гитлера, 34-й год, когда, так сказать, были провозглашены, как бы, постепенно начали вводиться новые расовые законы. Я уверен совершенно, что Гитлер даже не знал о существовании Ивана Ильина, чтобы он его куда-то назначил. Гитлер назначил Ильина. Ты вообще с головой-то дружишь, как соотношение фигур там того времени. Ну, грязный мозг вот так работает. Так работает грязный мозг. Вся Германия тогда вот так интриговала, чтобы занять места, так сказать, накатать до носа ли там, да, сделать так, чтобы, так сказать, кого-то выгнали и стать на его место. Вот, то есть человек абсолютно беспринципный. Ну, просто чудовищная подлость. Просто чудовищная подлость обвинять Ивана Ильина в том, что он воспользовался расовыми законами. Расовые законы не он вводил, и не от него все это зависело. И там Семен Франк по происхождению еврей, по жизни русских философов, да, не мог в гитлеровской Германии, не мог занимать никаких постов, не мог. И сказать Ильину, что он оказывается своим расовым происхождением, оказывается виноват в том, что Франк был удален с поста русского института. Но как такой шизофренический бред можно выносить на публику? Это же абсолютный аморализм. Либо это шизофрения, то есть либо человек болен, и тогда его надо лечить, либо это абсолютный аморализм. Читаешь просто его панегирики по отношению к Муссолини. Да не писал никаких панегириков Ильин в адрес Муссолини. Не писал. Муссолини был успешным правителем того времени. Никакими зверствами или никакими экстравагантными теориями он не отличался. В отличие от Гитлера, который вплоть до объявления войны СССР воспринимался всеми как выдающийся государственный деятель не только на территории Европы, а во всем мире. Ильин вовсе не преклонялся перед Муссолини или Гитлером. Ну, не было такого, понимаете? Этого не было. И то, что распространяет грязный мозг, это клевета. Это просто клевета. Тоже у нас сейчас такая точка зрения, что да вот Муссолини – это вообще не нацист, это фашист, а фашизм – это не нацизм, это все очень так мягко. Да как мягко-то? На самом деле, вы почитайте про республику Соло, когда Муссолини уже был освобожден от Тоскорцени, какой там террор был. Поскольку Шнуренко человек абсолютно невежественный, поэтому он начинает рассуждать об Италии, о Муссолини, совершенно ничего в этом не понимая, предъявляет претензии там, где они просто смехотворны, говорит про республику Соло, где там были какие-то ужасы, но это уже период войны, это период абсолютно уже несамостоятельности, это марионеточное государство, фиктивное, можно сказать, государство, которое было создано или провозглашено в связи с тем, что юг Италии был оккупирован, на севере создали как бы новое государство, на самом деле просто марионеточный режим, подчиненный гитлеровской Германии в условиях войны. Там ничего другого и не могло быть, там воспроизведено было все то, что было на оккупированных территориях других государств, и предъявлять претензии к Муссолини за то, что там было, и что он не контролировал. Ну, это проявление невежества в истории. Он же не сообщает, когда эта республика была, что там происходило. Ну, вот ложь тоже. Человек не знает историю Италии, времен Муссолини, что был какой-то фашистский террор, в Италии этого не было. Но не было никакого террора. Не было казней ни публичных, ни по суду, ни криминальных, не было казней политических преступников. В тюрьму сажали. За Муссолини числятся, ну, несколько приговоров к высшей мере наказания, казней политических противников. Но это были изменники рода. Нужно еще разбираться в криминальной составляющей. Мы об этом не знаем. Но то, что не было никакого массового террора, это известно. А то, что люди пропадают, у нас тоже десятки тысяч людей в Российской Федерации сегодня пропадают бесследно, в том числе и дети. И в каждом государстве, какое ни возьми, это происходит. Не было в Италии никакого фашистского террора в 20-е годы. Не было. Ты начинаешь еще дальше смотреть и видишь уже по Нигерике и Льена по отношению к фюреру, к Гитлеру. И не раскаялся он вовсе. Более того, это был умный фашист, который переждал ситуацию в Швейцарии и подготовил почву для возрождения фашизма дальше. Потому что он, в принципе, можно воспринимать его труды как советы, что не надо называть это фашизмом, не надо использовать слова национал-социализм. Используйте слово консерватизм. И мы используем. И ты видишь, что, в принципе, когда шла последние 30 лет, мне кажется, выстраивалось как раз такое тихой сапой, подпольно создание такого фашистского государства. Вот и раскрывается замысел. То есть надо назвать фашизмом вообще все русское мировоззрение. А именно консервативное мировоззрение, консерватизм в политике, это и есть национализм. И все это вот этот наймит тайной красно-либералистической секты и пытается навязать нам, навязать представление обычным людям, что консерватизм – это и есть фашизм. А точно так же, как Кремль. Они же рассуждают точно так же. Есть либерализм, есть коммунизм. Все остальное – фашизм. То есть нет и не может быть национального мировоззрения, которое бы они не хотели репрессировать самым жестоким образом. И вот это существо с грязным мозгом нацелено именно на это. На то, чтобы дискриминировать и в конце концов просто уничтожить людей с русским национальным мировоззрением. Которое выражено наиболее ярко, наиболее точно, наиболее афористично, я бы сказал, Иваном Ильиным. А вот этот грязный мозг, он же не просто действует, он выражает интересы грязных людей, которые, обвиняя других в фашизме, готовят террористический режим. Ведь это же все птенцы гнезда, проханово, где сталинизм превозносится как высшее достижение человечества. То есть массовое истребление русских людей – это правильно. А вот фашизм Муссолини – это вот то, что мы, русские консерваторы, вот те позиции, которые мы занимаем, вот это они нам предъявляют. То есть мы основываемся на мировоззрении Ивана Ильина. Мы видим в книжке «Доктрина фашизма» не видим там ни антисемитизма, ни призывов к массовым казням, ни расизма, ничего, кроме консервативного мировоззрения. А это существо видит. Это существо видит, поэтому он претендует на звание идеолога некоего антифашистского режима, который замучает миллионы русских людей. Вот на что претендует грязный мозг. У него, конечно, обломится, и талантов недостаточно, и история в эту сторону уже не пойдет, это совершенно ясно. То есть русские либо погибнут, вообще целиком как народ, исчезнут, но такого режима уже не будет, не будет, не будет вот этой красной сволочи, красного большевизма, который будет терзать и миллионами на тот свет ежегодно отправлять русских людей. Не будет. Но претензии на это здесь мы видим. И, в общем, это... Вот чем плохо фашизм? Зубы его вытаскиваются с огромным трудом. Вот посеяны они... Вот эти вот... Муссолини посеял эти зубы дракона. И ты прям вот... Ты можешь там думать, что все уже с этим покончено. А нет. У меня такое ощущение, что когда вот этот жест про вытаскивание зубов, это вот прямо такое... Такое мануальное воплощение мысли, как Шнуренко будет пытать русских националистов, которых он считает фашистом, будет выдирать у них зубы. Вот у него прямо даже руки как-то чешутся и тянутся к этому. Допустим, фашистская Германия это была, так сказать, такая вот главная фашистская государство. Остальные фашистские государства были вассалами, сателлитами и... Вот либералистическая мысль, она нацелена на то, чтобы государства не было вообще. И здесь мы тоже видим проявление того же самого мировоззрения. Государство должно быть уничтожено, ибо любое государство есть фашизм. Любое национальное мировоззрение должно быть уничтожено, ибо оно и есть идеология фашизма. А фашизация – это глобальный процесс абсолютно? Он везде абсолютно, мы видим его, да? Вот все, чем мы недовольны, весь этот глобализм, который происходит, он пытается назвать фашизмом. Хотя ничего фашистского в этом глобализме нет. Даже муссолиниевский фашизм – это национализация, это создание границ суверенных государств. А глобализм прямо противоположное. Но этот наемник начинает нам рассказывать прямо противоположное, что оказывается это фашизация. Хотя это воплощение замыслов либерастов и красных. Это интернациональное правление. Сталинский режим как раз и был проявлением этого. То есть он был и интернационален, и одновременно занимался террором по отношению к собственному населению. Именно это мы сейчас и видим. Только границы стираются, и все действуют по одному и тому же сценарию, вовсе не связанному ни с национальным мировоззрением, ни с государственным суверенитетом. Вот что такое, да, как раз фашизм? Определение Георгия Димитрова, известное, которое работает. То есть это власть самой, самого финансового капитала непосредственно. А что не так сейчас? Ну понятно, что Георгий Димитров, это человек был абсолютно их. Это такой либеральный марксист, которому мавзолей тоже построили, потом, правда, сами же болгары его и разнесли. Вот это определение абсолютно не соответствует тому, что мы видим и знаем. Если говорить о муссолидиевском фашизме, то там не было никакой финансовой олигархии. Не было. Если говорить о гитлеровском фашизме, да, там за кулисами, за ним стояли, но не банкиры, а руководители крупнейших промышленных корпораций. Там денег ему давали, может, там банкиры и давали. Не знаю, это тайно еще не раскрыто. А вот то, что сейчас, вот воплощение антинациональное в Российской Федерации или в каких-то других государствах, вот это и есть правление финансовой олигархии. А чего же ты тогда не говоришь об этом, а ты направляешь свои стрелы куда-то, отстрел свои критики, куда-то вот туда, к Муссолини? Ты скажи тогда напрямую, что здесь происходит? Да нет, он не скажет, потому что он наемник этого режима, потому что ему надо навести тень на плетень и перенести всю критику, которая есть у нас по отношению к этому режиму, по отношению к финансовой олигархии, мировой или местной, по отношению к антинациональному мировоззрению. Все опрокинуть на нас, все опрокинуть на русских, на русское мировоззрение и на русское государство, на русских мыслителей. Вот чем занимается этот грязный мозг. Я был, кстати, в музее Варшавского восстания, и там подавляли, в том числе Варшавское восстание, подавляли русские в том числе. Там были вот эти вот из русской освободительной армии, так называемой, то есть, да, эти, как это, дети философа Ивана Ильина, вот, духовные дети, вот, то есть они там вырезали, так сказать, и Варшавское гетто, и занимались зверствами. Ну, вы видите, вот какая мерзость, что, оказывается, РОА, русская освободительная армия, это, как выразилось, это гнида, извините за выражение, дети Ивана Ильина. То есть, якобы эти люди когда-либо знали о существовании Ивана Ильина. Русская освободительная армия составлялась только и исключительно из советских военнослужащих, возраст которых был таков, что воспитанным они были исключительно в ленинско-сталинском духе. И для человека невежественного, которым является писатель Шнуренко, все равно, РОА или РОНА, какая разница, собственно, да? А при разгроме Варшавского восстания в 44-м году можно вести речь только про РОНу. И РОНА составляла по численности от задействованных подавлений восстания сил меньше 10%. Ну, а по вооружениям, наверное, если вместе с вооружениями, то, наверное, и того меньше. Участвовали в подавлении Варшавского восстания. А русские ли там были? А вот, да, то есть давайте мы всех сейчас предателей будем называть русскими. А те, кто освобождали Варшаву, это кто были? А это были не русские, да? Это были советские. Советские освобождали Варшаву, а русские участвовали в подавлении восстания. Чьего восстания? Армия Краева, армия Людова. Вы понимаете, что это были несколько разные группировки. Эти подняли восстание. Для чего? Для чего было поднято Варшавское восстание? Ну, естественно, невежда этого не знает. Оно было поднято для того, чтобы захватить власть раньше, чем придут советские войска. И утвердить в Варшаве правительство, которое быстренько признает Великобританию, США и так далее. И Польша в целом останется вне, уже понятно, куда катилась в 1944 году война. Польша тогда останется под контролем вот этих сил, западных сил. Так Шнуренко это что, агент ЦРУ что ли? Или МИ-6? В принципе, нетрудно его в этом заподозрить. Он вот эту сторону что ли поддерживает? Я не понимаю. И дальше он тоже, поскольку человек невежественный, он не понимает разницы между Варшавским восстанием и уничтожением Варшавского гетто. Он не понимает, что в уничтожении Варшавского гетто ни Ро, ни Рона не участвовали, не принимали никакого участия. Но здесь все в кучу свалить. Другие невежественные люди все это принимают в свою голову. У них возникает вот такое ощущение. Какие же плохие русские люди вот понимаете, Варшавское гетто уничтожили. И все эти люди это вот русский человек действительно русский человек в своем мировоззрении тождественны Ивану Ильину. Но настолько, насколько он способен это мировоззрение в себя принять. И вот такие люди ну вот они, как оказывается, разрушили Варшавское гетто. Ну, если кто-то поинтересуется Варшавским гетто, что там происходило, кто там занимался его зачисткой собственная полиция. Что такое вообще гетто? Люди не понимают, они думают, что это концлагерь. Да нет, это обособленная иудейская, еврейская община, которая хочет жить самостоятельно. Но потом оказывается, что самостоятельно жить не может. Надо заниматься там какими-то спекуляциями, купли-продажей. А чтобы обеспечить себя, вот Варшавское гетто не смогло. В одной из моих книг по поводу Варшавского гетто записано. Да, вот в свое время у меня вышла книжка «Холокостер», которая, конечно, будет в глазах вот этого существа фашизмом. Просто изложение фактов для него будет фашизмом. И если люди здравые возьмут, тут прочтут Варшавское гетто «Пороки и подлоги». Исторический подлог. Чем было Варшавское гетто? Никому неизвестно. Главное, что его нацисты уничтожили. Всех якобы поубивали. Как там, что происходило? Что там был голод, чума и так далее? А им предоставили возможность самим справляться. Ну, вы хотите отдельно, пожалуйста. Живите отдельно от всех остальных. Только граница на замке. Вот когда граница на замке, оказывается самоорганизация в этой среде нулевая до такой степени, что там трупы на улицах валяются. Завершая, скажу, что русское мировоззрение всегда будет подвергаться клеветническим нападкам со стороны левачья, со стороны либерастов. А, в общем-то, это одно и то же, в одном и том же мозге, как мы видим в выступлении этого писателя. Все свалено в кучу, в одной куче все лежит, такая большая навозная куча, составленная из переработанных каких-то фрагментов, случайно услышанных, где-то устно или случайно прочтенных нескольких строчках. Вот тут все, все обломки, все лежат здесь. Они будут всегда нас ненавидеть. Они будут всегда ненавидеть целостность. Целостность государственную, целостность мировоззренческую. Они всегда будут ненавидеть суверенитет и всегда будут клеветать на суверенные государства, на национальные государства. Они всегда будут все самые негативные проявления политики, а они случаются при разных политических режимах, что либеральных, что левых, что национальных, будут валить только на национальные. И будут любое проявление национального мировоззрения и национальной политики обвинять в фашизме, Якобы это не просто клеветническое ругательство, а некий термин, который свидетельствует о сущности, и эта сущность каким-то образом причастна к преступлениям XX века, по крайней мере, а некоторые еще перекидывают мостик дальше, ужасы средневековья, сжигание ведьм и так далее. Все, что худшее вы сможете найти в человеческой истории, все это фашизм, а фашизм это, оказывается, русское национальное мировоззрение. Мы, конечно, должны знать, что такое грязь политики, должны видеть грязные испражнения этих клеветников и должны прочно стоять на прочной основе русского национального мировоззрения. Одним из ключевых создателей которого является, без сомнения, великий русский философ Иван Ильин и многие другие мыслители и философы, которые в русской национальной традиции существуют, а в либералистической и коммунистической они на русском языке, в русском изложении. Отсутствует их никогда не было. И те, кто пытается стать властителями умов слеволиберальной концепции, оказываются на поверку ничтожествами. Как и вот это существо, которое мы послушали и которое я самым грубым образом покритиковал, в чем совершенно не раскаиваюсь. И считаю, что так и нужно отвечать этим негодяям, этим клеветникам. С тем только Руси спасется, когда будет отвечать своим ненавистникам именно так. Слава Руси! Господи спаси!